Не только о проблемах, давайте ещё про отдых и про веселье. 21 сентября, большая игра в городе под названием... Как она, кстати, называется, нам сейчас расскажут организаторы, чего это я буду зря презентовать, когда есть люди, которые лучше умеют это делать. У нас в гостях Ольга Мищенко, победительница этого замечательного соревнования под названием... Я забыл всё-таки, я признаюсь, бегом... Бегущий город Екатеринбург. Спасибо большое, я боялся спутать формулировку. Дарья Бофт, организатор проекта, Ольга Мищенко, победительница 2013 года в категории «Броневик», сейчас вы поймёте, что это значит, и Максим Музафаров, победитель 2013 года в категории «Лев и единорог». Что за игра, как она будет развиваться, и чтобы вы посоветовали людям, которым мы сегодня предлагаем проголосовать на сайте, как часто вы ходите на экскурсии или сами исследуете город. Тут большинство показывает вариант, что вообще между работой и домом разрываюсь. Как исследовать город, можно любимый, не отвлекаясь только на бытовуху? Отлично. Итак, проект называется «Бегущий город Екатеринбург». Вообще он существует не только в Екатеринбурге, он существует... Изначально он начался с города Санкт-Петербург, с нашей культурной столицы. В 2000 году была там первая игра. И самый главный организатор этого проекта Игорь Голышев, он, собственно, там базируется, в Питере. И оттуда он и начал этот проект развивать. То есть основная его задача и основная мысль – это в том, чтобы действительно исследовать город, узнавать в нём что-то новое, что-то интересное, замечать то, что мы не замечаем каждый день, когда у нас дом, работа, и мы не наблюдаем, в каком красивом городе мы живём. В Екатеринбурге этот проект существует с 2008 года. И для кого он? Он для тех, кто хочет провести активные выходные, в данном случае это будет воскресенье, для тех, кто хочет попробовать себя в квесте. В наше время это очень популярный формат исследования, популярный формат игры. Что такое квест? Квест – это когда есть несколько заданий, есть определённый маршрут, и на каждом этапе нужно выполнить то или иное действие. В данном случае это определённый объект в городе, здание, арт-объект, где нужно что-то найти, что-то разгадать, что-то найти и записать это в маршрутный лист. Так, а давайте поймём про броневиков и львов и единорогов. Это разные уровни даже не сложности, а прохождения, наверное, маршрута. Вот ваш, например, ваша дисциплина, она чем отличается от обычной прогулки или пробежки? Броневик – это категория, в которой разрешено использовать любой вид транспорта, в том числе личный. То есть не только пешком, на велосипеде или на общественном, но и на автомобиле лично. Самый дорогой, кстати, по взносу. Да, но дело в том, что я увлекаюсь городскими играми, являюсь участником проекта международного «Энкаунтер», если это о чём-то говорит. И там проводятся как раз квесты различные именно на автомобиле, поэтому эта категория мне была ближе всего, собственно, поэтому в ней именно и участвовала. Максим, а у вас ещё сложность заключается в том, что у вас билингвальные дисциплины. Да, категория «Лев-единорог» появилась в категории «Лев», которая была просто прогулочной, добавив в неё английский язык. Ну, я решил, что это что-то новое и интересное, и стоит попробовать, потому что в прошлые годы я пробовал себя в броневике, и мне не особо понравилось, потому что приходилось куда-то ехать, встречать пробки различные, а можно погулять пешком, понаслаждаться погодой и арт-объектами. Во внутреннем зачёте какая дисциплина ценится больше? Ну, то есть личные автомобили, вообще другие виды транспорта, где ты там ползёшь, бежишь, едешь за рулём, это вроде бы сложно, и английский сложно. Какая выше ценится? Кто тут чемпион чемпионов? Ну, я скажу, какая самая популярная, это однозначно «Лев», то есть обычная прогулочная, когда ты никуда не торопишься, ты идёшь, наслаждаешься городом, погодой, смотришь туда-сюда, красивые здания, объекты. Самое сложное, пожалуй, это категория сфинкс, это категория с загадками. То есть это не просто адрес здания, который тебе нужно найти, а это зашифрованный адрес. То есть прежде чем ты поймёшь, куда идти, тебе нужно сломать мозг, вспомнить историю, культуру, и только после этого уже понятно, куда идти. И то не факт, что ты угадал это правильно, это самое сложное. — Спрашивают люди, Ройзман с вами там бегал, обещал же вроде. Какие будут селебритис? — Какие будут селебритис? Ну мы, конечно же, ждём Иванова, он пока думает, но мы всячески его ждём, и очень будем рады видеть. Не зря же всё-таки эту игру мы, собственно говоря, основали частично на его книге «Ебург». — На книжке Алексея Иванова, да, «Ебург» про Екатеринбург. Иванова, а кого ещё? — Кого ещё? Ну, конкретных лиц пока на данный момент, к сожалению, не могу объявить, но будем надеяться, что будут люди такие, как Ройзман, например, готовые нас в этом поддержать. — Привлекайте ещё. Будут ли деньги? Будет ли призовой фонд? — Конечно. Призовой фонд будет и был всегда. В эту игру наш призовой фонд — это компания «Корал Тревел», это ГЦСИ, это библиотека Белинского, это воровочный парк «Эльф», это «Альп Индустрия». То есть в прошлых годах тоже были разноплановые спонсоры, все, которые дарят подарки. В том числе вот как раз-таки английская категория, которая была поддержана, и, собственно говоря, с подачи студии иностранных языков «Фриток», будут обязательно призы и для тех, кто любит английский. — А денежный приз будет? — Денежного приза как такового не бывает, нет. Это призовые места и различный объём подарков. Подарки будут очень ценные многие, в том числе, например, там сертификат на 10 тысяч на поездку от «Корал Тревел», достаточно ценные призы. — А вы что получили за участие, за победу? — Сертификат, я помню, в веревочный парк «Эльф», в «Фриток» как раз. Приз от «Дубль Гиса» был, по-моему, рюкзак. Ещё какой-то красивый календарь. — Максим, а вы что? — Помню, были точно диски от «Дубль Гиса». Также были различные скидки во «Фриток», а каких-то особенных подарков на эту категорию не предназначалось, потому что категория не особо оплачиваемая, как броневик, например, по взносу, а более прогулочная. Но и она была более экспериментальна, потому что это был первый год. — Ольга объяснила, почему она участвует, потому что там «Энкаунтер», «Ночной дозор», наверное, да, у вас есть? — Дозор как раз. — Дозор это ко мне как раз. — А вы почему стали участвовать? — Ну, я тоже уже очень давно играю в «Дозор», международный тоже проект теперь. Но о «Бегущем городе», как я узнал лет пять назад, я участвовал, я пропустил только 2017 год, и участвовал каждый год из них, каждый раз в разной категории. — А вы екатеринбуржцы? — Да, мы все екатеринбуржцы. — Я понимаю, почему в Петербурге это пользуется популярностью, потому что лимитчики питерские, которые «Ах, Питер, живу в коммуналке, и так люблю этот город», «Ах, Грибоедовский, чёрный, ночной», они хотят, ну, просто покреститься, что ли, Петербургом, сродниться с ним и узнать что-то про него новое. А в Екатеринбурге-то почему? Кто участвует? Тоже лимитчики, это, может быть, туристы, кстати? — На самом деле участвуют очень разные категории, начиная со школьников, с родителями, студенты, люди, которые просто ведут активный образ жизни и катаются на велосипедах, люди, которые хотят узнать побольше о собственном городе. На самом деле, да, конечно, Питер — культурная столица, там очень много чего ещё хочется узнать и увидеть, но и о нашем городе люди далеко не всё знают. Я как гид-переводчик со стажем, работающий с иностранцами, могу сказать, что когда ты гуляешь по городу и видишь какие-то новые здания для себя, ты открываешь его с новой стороны и любишь его ещё больше. — А почему взяли Алексея Иванова? Ну, это же такой плевок в душе. Во-первых, Иванов пермяк, хуже того, закамец, он даже не пермяк чистой воды. А во-вторых, эта книжка, которая вышла в начале года, но она встретила неоднозначную реакцию. Говорили, что это такой плохой конспект Шеремета, главного консультанта-писателя. — Действительно, было очень много критики в адрес этой книги о том, что там были исторические неточности и так далее. Ну, почему выбрали? Выбрали за, наверное, смелость в первую очередь, за то, что однозначно присутствует очень характерный художественный стиль. Ну, что рассказать историю может любой учебник, а подать её с определённой подачей, действительно, авторской подачей, может не каждый. Я думаю, что у Иванова это удалось. — А вы факт-чекинг проводили какой-то? Вы проверяли факты из книжки? — Ну, какие-то, да. — Ну, вот, которые будут частью задания. Вы проверили, там всё правда. Давайте узнаем у людей. Мы спросили на улицах, как они ориентируются в городе, и тоже, вот, готовятся ли они к этой игре. Я думаю, что непосредственно нужно начать с самого главного, это с музеев. То есть они у нас расположены в самом центре, в самом сердце города. И уже далее, ну, наверное, по историческому центру начать свою знакомство с историей нашего города. На самом деле, достаточно просто хорошо учиться в школе. Хорошие преподаватели всегда расскажут про родной город, ну и, конечно, не забывать посещать музеи различные. — Конечно, лучше посещать музеи, начать с музеев. Там уже вопросы можно задавать и знакомиться. А потом уже, конечно, это всё можно посмотреть и воочию. — Лучше всё. Все способы, вот, буквально, вот, какая-то городская реклама какие-то, вывески, даже уже это направляет как-то мысль. — Ходить в библиотеки, по городу ходить, в походы ходить, абсолютно всё. И в библиотеки, потом есть замечательная ещё программа «Прогулка по городу». Это вообще просто классно. Два зайца сразу убиваются. Здоровье получается, историю узнают из своего города. Архитектурные какие-то здания. То есть это вообще классная программа, мне она очень нравится. — Смотреть книги, покупать книги по истории города, их немного, но они очень качественные. Так что вот. И дружить с краеведами. — Я считаю, что лучше историю города по книгам изучать, по мемуарам, потому что Екатеринбург в этом плане очень богатый город с точки зрения мемуаров. Конечно, не отменяет музеи, не отменяет экскурсии, это само собой. Но я, как филолога, даю, конечно, предпочтение мемуарам «Мамина Сибирика». — Странно, что не Чехова, не его заметок про наш город. Может ли быть какое-то продолжение в этой истории? Ну, тот же «Энкаунтер», он же обычно расширял границы и переносился в другие области. Вы там чемпионат мира или области планируете устроить? Всех бросить в незнакомый город или наоборот, всеми любимый? В Тагил всех отправить? — Очень интересная идея, на самом деле. Пока не думали. Пока мы просто расширяем географию, то есть пробуем новые города. Да, и с каждым годом можно посмотреть на сайте в архиве событий, что добавляются новые и новые города. То есть это не только крупные Питер и Москва, которые действительно набирают большое количество участников, но и там меньшие города, и Магнитогорск, например. И более того, были игры в Таллине и в Риге. Если сказать о чем-то особенном, о чем-то отличающемся от общего формата, то действительно такие игры делаются. В прошлом году зимой у нас была игра «Конструктивный Екатеринбург». Эта игра была посвящена полностью именно стилю конструктивизма и этому определенному периоду нашей истории. И мы бегали в основном по району Уралмаш. Это было очень интересно, потому что, ну, вряд ли обычный рядовой гражданин пойдет на Уралмаш и будет изучать историю, культуру и архитектуру конструктивизма. Мы узнали очень много нового. Кто у вас консультанты обычно? Ну, книжка Иванова понятна, вы хорошо прочитали, проверили факты. А так кто формирует вот эти задания? Ну, это Игорь Голышев, в первую очередь, главный инициатор, идеолог проекта. Есть в каждом городе координатор и есть, скажем так, мозговые центры, которые этим делом занимаются, накидывают идеи и дальше уже совместно разрабатывают. Плюс есть, конечно, тестировщик маршрутов, человек, который проверяет, чтобы все это было действительно доступно, понятно, удобно, чтобы каждый человек мог найти то или иное место. Злые зрители спрашивают, а зачем это организаторам вообще? Вы денег на этом зарабатываете? Ну, конечно, денег здесь особо не заработаешь, учитывая, что взнос не такой большой, достаточно доступный для каждого человека. Ну, я считаю, что в первую очередь здесь основная идеология – это культурная, социальная, именно историческая направленность. Показать людям город, дать людям возможность каждый день удивляться, чему-то новому находить и таким образом саморазвиваться. Спрашивают про Белую башню. Будет ли она объектом в этот раз? Она была объектом как раз-таки в игру конструктивно. Ну, это понятно. А в этот раз будет? В этот раз нет. В этот раз все объекты будут находиться в центре города, для того, чтобы это было доступно и не приходилось проделывать большие дистанции. У меня очень простой вопрос напоследок. Вы что-то новое про Екатеринбург узнали, когда играли в эту игру? Ну, то есть стало для вас что-то открытием? Не знали, не знали, а тут… Матушки, виват! Конечно же, во время игры узнается очень много объектов, которые появились недавно особенно, а также те, про которые история уже умалчивает, но на самом деле они существуют, они очень красивые. В основном все задания – это на то, чтобы узнать либо историю, либо на то, чтобы увидеть красивое место. Поэтому про город узнается очень сильно, много. Ну, что, например, что прям конкретно? Конкретно? Я совершенно недавно узнал, что у нас есть памятник горожанину. О, класс! Вы знаете, где он находится? Нет, я не знаю, я не горожанин, я приехавший. Где? На Ленина. Хорошо. Около восточный. Я изучу на углу с восточный. А вы что узнали? Ну, на самом деле, да, действительно много новых, ну, не то, что новых, новых для себя памятников, интересных мест увидела. Вот так не вспомню конкретно. Вы просто из окна автомобиля, наверное, очень быстро. Нет, почему? Надо же, чтобы выполнить задание, нужно выйти, что-то посмотреть, что-то прочитать, что-то увидеть. Дарья, вы что-то новое узнали для себя? Точнее, что вас поразило больше всего? Что поразило больше всего? Меня больше всего поражает с каждым годом, как растёт количество уличных арт-объектов в нашем городе, что на самом деле появилось не так давно, буквально последние 5 лет, наверное, они начали появляться активно, если сравнить с тем же самым Питером, где их действительно очень много. Я участвовала 4 года подряд, и с каждым годом я вижу, что они множатся, растут, увеличиваются в объёмах, в качестве, и это очень здорово. Спасибо большое за этот разговор. Мне было очень интересно, я заинтересовался идеей «Бегущего города». Я запомнил название этой замечательной игры. Надеюсь, 21 сентября будет хорошая погода, у вас всё удастся. Мы сегодня спрашивали как раз в тему «Бегущего города». Как часто вы ходите на экскурсии или сами исследуете город? Варианты ответов. Самый популярный у меня простой маршрут – работа дом. 59% – почти 60%. На втором месте раз в месяц 24%, не реже одного раза в полгода – 18%. Третье место – исследуйте город. У вас есть замечательный повод для этого. Совсем недорого стоит поучаствовать, а можете ничего не платить. Просто погуляйте вместе с участниками. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»